Здравствуйте, уважаемые зрители, моменты истины. Сегодня мы начинаем цикл передач с интересными людьми. С вами Денис Солдатов, это завтрак с печеньками, а в гостях у нас правозащитник Андрей Бабушкин. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здесь у нас на завтрак есть чай с печеньками. Угощайтесь. Спасибо. Как вам погода за окном в этом году? Считайте, зима удалась? Ну, зима, похожа на политическую жизнь. Непонятная, невнятная, противоречивая, где-то противоестественная. Год 2019 был непростым для всей нашей правозащиты. Нелегким он стал и для вашей организации. Можете вспомнить какие-то моменты? Ну, он на самом деле стал довольно-таки сложно предвещен для нашей организации. Мы получили довольно-таки большой грант. Мы получили поддержку отряда людей, от которых, в общем-то, которые мы помогали, в том числе поддержку материального характера. Вместе с тем были арестованы два моих заместителя. Один мой заместитель находится под стражей в детском изоляторе, где-то Андрей Иванович Маяков. Другой мой заместитель находится под домашним арестом. Я не буду говорить об их виновности или невиновности, но совершенно четко, что каждое движение по этим двум уголовным делам, уголовным делам, к сожалению, не обошедшимся без провокаций со стороны правоохранительных органов, оно точно совпадало с сгибами правозащитной жизни. Маяков, Махаев, но еще же был человек по фамилии Трунов. То есть, про этих людей... Он был жив, здоров. Ну, я имею в виду... А какой имеет отношение к организации? Вот я и хотел уточнить. Эти люди, вы о двоих из них сказали, и Трунов же тоже имел отношение? Нет, не имел отношения к организации. Не имел, не имел, никогда не будет иметь. Ну, потому что, да, как-то, силу определенных, там, определенной подачи средств массовой информации... Ну, я впервые про это слышу. Нет, ну, Трунов, он человек, которому мы помогали. Мы помогаем очень большому количеству людей, там, многие тысячи людей. Трунов, когда еще был подростком, он был 17 лет, у него не было отца. Он сказал, Андрей Иванович, можно я вас буду называть своим отцом? Он сказал, что он называет. Ну, и вот, я говорю, только если ты называешь меня своим отцом, то человек налагает некие обязательства, да, морального характера. Он их не выполнил, все, что можно было сделать, наоборот, он сделал, наоборот. Но, тем не менее, я от него не отвернулся, его защищает наш адвокат. Но к нашей организации Трунов никакого отношения не имеет. Единственное, что он приступал в ее порог и получал в ней какую-то помощь. А какова же сейчас вот ситуация по делам Маякова и Махаева? Кто-то, может, из них признал вину, кто-то там под стражей, кто-то... У кого-то еще другая мера пресечения. Я не имею с ними контакта, к сожалению, вот. По словам их адвокатов, на них постоянно идет воздействие. В истории, что они признали свою вину. Я думаю, что да, я думаю, что они признали свою вину, потому что ни один из них не является, скажем так, профессиональным революционером, да, для того, чтобы там потом прийти на суд, там, и обличить, там, не знаю, там, кровавый режим. Это обычные молодые люди, которые допустили ряд ошибок. Другое дело, что они их преступления не совершили, да, но сказать, что они их безгрешные никакие ошибки не допустили, и они не создали условия, в которых можно было против них предъявить обвинение, для этого я не могу, они эти условия создали. Им говоришь, иди налево, они идут направо, им говорят, делай так, а они делают иначе. Ну, понятно, что молодые люди, они лучше, своих более старших товарищей знают, как действовать, как поступать, ну, самоуверенность их погубила. Вот, так что я думал, что, скорее всего, они признали свою вину, вот, ну, по крайней мере, по тем вмененным эпизодам, которые им вменили, вот, ну, это не значит, что они виноваты в данные условия. Вот, если люди, например, находились на подписке, они выездили, им бы не грозило взятие под стражу, оба не были больны тяжелыми заболеваниями, оба их тяжелее, если заболевания, кстати, могут встретить риск для их жизни. Это, да, мы сказали, они действуют на основании свободной воли, дефекта воли здесь нет, они ни от кого, ни от чего независимы, поэтому, вот, если они признали свою вину, они виновны, не признали невиновны. В данной ситуации мы видим, что дефект воли налицо. Да, да, вот создается такое впечатление, что комитет, ваш комитет просто лихорадит от каких-то вот этих событий, и это что, это какая-то работа спецслужб, или, может быть, работа с кадрами комитета где-то там провалилась? В чем, по вашему мнению, проблема? Нет, там никакой проблемы нет, у нас лихорадит. Мы работаем в обычном штатном режиме, мы насчитываем несколько сотен членов организации, насчитываем 25 отделений, вот. Эти события, да, очень печальные, прискорбные. Если брать Маякова и Махаева, мы четко можем проследить работу спецслужб, как они внедряли к ним доверие, как они провоцировали там одного из них на совершение определенных действий, как они пытались другому из них внедрить человека, который там будет его, с ним разговаривать, что вот я тебе заплачу деньги, ты затыщишь мои проблемы. Мы видим, как Маяков не пошел на это, он ответил, что нет, я не буду этого делать, и отказался брать деньги. Когда деньги ему принесли, ну, часть этой суммы, да, якобы принесли, он потребовал, чтобы ее оформили как пожертвование, да, то есть это все сделал белым, прозрачным, чистым. Понятно, что всех мошенник, он никакие пожертвования не будет оформлять, он сразу все деньги сейчас сунет в карман. Ну, это не значит, что нас лихорадит. То, что постарались сделать так, чтобы нас дискритировать, да, такая работа была выполнена. Насколько я помню, что в средствах массовой информации проскользнула в конце того года, мне кажется, через какое-то время после задержания Маякова, информация о том, что вы сказали, что вполне возможно, что работа комитета за гражданские права будет прекращена в стране. Да, 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 это было, да, это никак не было связано с тем, что у нас стало лихорадит, это было связано с тем, что мы увидели, да, что есть довольно-таки большой потенциал по продолжению дискритации нас. Вот смотрите, сейчас по делу Маякова и Махаева вообще ничего не происходит. То есть люди сидят, месяц, второй, чего они ждут? Они ждут какого-то серьезного правозащитного события, чтобы какое-то софтьюбственное действие, создать информационный повод и, так сказать, «Смотрите, товарищи, Маяков, ты, Махаев живы, вот они, сволочи!» Вот мы уже про них сто раз рассказывали, мы сто первый раз про них расскажем. Понимаете, почему у людей бедная фантазия? Но мы видим, да, что они на этом не останавливались. Например, в один из чудесных дней мой заместитель Антон Долгов заметил на улице какую-то странную машину с людьми в форме. И когда мы стали смотреть, обошли вокруг дома, мы снова увидели машину с телевидением, это было 1 часа вечера, примерно, наверное, через месяц после движения Маякова снова увидели знакомые лица, доболели знакомые лица сотрудников ОСБ. То есть мы стали думать, а что они хотят? И тут мы обнаруживаем на приеме у одного из наших юристов непонятную женщину и сказали, женщина, а вы кто? Она говорит, я не представляю. Она до этого уже всем показывала, что у нее крупная сумма денег, уже всем демонстрировала. Я говорю, да, мы вызываем милицию. Женщина от нас убежала, а друзья, которые нам хотели, планировали приехать, гости уехали. То есть мы увидели, да, что они продолжают работу в этом же направлении. Другое дело, что у них очень такой креативности мало, да, и выдумки, и поэтому они решили действовать по прежнему лекалу. И, естественно, мы к этому уже были готовы. И после этого, конечно, я должен был поставить, как любой честный человек, но, например, допустим, мы идем в точку, в зону радиоактивности. Я с собой веду людей. Ну, я с собой могу рисковать. А рисковать другими я права не имею. По крайней мере, это должно быть сознательные риски с их стороны. Я собрал людей, которые могут оказаться под ударом. Товарищи дорогие, я не могу гарантировать вашу безопасность. Вы только сейчас делаете правоохранительные органы, это производлено не от того, что вы что-то плохое сделали, а от того, что очень хочется вас дискредитировать. Понимаете? Вы можете ничего плохого не делать, но тем не менее оказаться рядом с Маяковым или Махаевым. И люди сказали, нет, мы работу непрекрасимы. И они единогласно так решили. Поэтому такой вопрос действительно мы ставили. Но это не потому, что мы не могли дальше работать, это просто потому, что есть некие этические принципы. Это не этические принципы правозащиты, это этические принципы любой деятельности. Если ты куда-то идешь вперед из песни под пули, ты можешь рисковать собой, а остальными рисковать правоними. Конечно, для нашей правозащиты, я еще раз повторю, что год был очень тяжелый, и не только на комитет, как бы был такой наезд силовых структур, если так обернуться, и Лев Александрович Мономарев и его организация пострадала. Мы видим, что практически все организации, они либо пострадали, либо постарались отодвинуться от активной деятельности. Ну, смотрите, вот МВД все время проводило мониторинг деятельности дежурных частей вместе с МХГ. Умирает Людмила Михайловна Алексеева, и все это проводится в Общественном Совете МВД самостоятельно. Про МХГ все дробно забыли. То есть мы видим, да, что способы попытки отчуждения правозащитных структур от гражданского общества, они и вообще от страны, они были различные, но они всюду имели место. Это очень печально, потому что я думаю, что здесь должна быть заявлена... Я не думаю, что это позиция президента, на самом деле. Я не думаю, что президенту нужно, наоборот, президенту это не нужно, потому что правозащитные организации, они выступали в качестве амортизатора тех сложных процессов, что происходят в стране. И они были одной из главных механизмов защиты от революции, от кровопролития, от экстремизма. То есть там, где сильная правозащита, там слабые экстремистские силы. А вот те, скажем, силы, которые хотят ситуацию в стране раскачать, в том числе во вред президенту, им как раз вот такого рода удары по правозащитникам, объективное ослабление правозащитников нужно. То есть правозащитники должны думать не как улучшить плохие законы и не допустить принятия еще более плохих. Они должны думать, как их защититься, как чтобы их не выселили из помещения, чтобы их зато не посадили, чтобы передать передачку своему там товарищу, понимаете. Вот такие мысли должны быть у правозащитников по мнению этих сил. Но я думаю, эти силы проиграют. Потому что ни время, ни история, ни общественное мнение не на их стороне. И очень важно, чтобы не на их стороне был президент. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. А вот пометую о проблемах других правозащитников. У вас, у вашей организации нет каких-то долгов перед бюджетом или коммунальных? У нас огромные долги. Как можно было 4 года не получать грантов и не иметь долги? Конечно, у нас есть долги. Другое дело, что сейчас мы получили гранты, и мы эти долги и возмещаем. Вы сказали о том, что комитет сейчас получает гранты. А гранты российские? Грант. Грант. Ну, если фонд президентский грант и президент у нас россиянин, значит, тогда гранты российские. А, хорошо. То есть комитет не является иностранным агентом? Нет, на сегодняшний день не является. При желании нас можно, конечно, сделать иностранным агентом, но никак можно, ну, прикиньте, 300 членов комитета. Никак у кого-то там есть иностранные деньги, кто-то где-то с какой-то иностранной фирмой работает. При желании, конечно, можно нас подвести под иностранных агентов, если будет очень острое желание. Вы несколько раз были на небезызвестном Владимирском централе. Что же там происходит на самом деле? Их бьют, убивают, насилуют? Ну, знаете, сказать, что там в массовом порядке убивают, насилуют, я не могу, это будет неправда. Там другие две проблемы. Первая проблема, прежде чем людей доставить в Т-2, их везут в ВК-7, где подвергают серьезнейшим издевательствам, избиениям, вплоть до изнасилований. И ВК-7 где находится? Это Владимирская область. Это там, Владимир. То есть мы видим, что массовая такая практика, когда людей почему-то везут не напрямую в Т-2, а затем заводят совершенно другое учреждение. Непонятно совершенно зачем. Понятно зачем, но правовых оснований и законов нет. А во-вторых, в самой Т-2 какие-то невероятные дополнительные нагрузки на людей. Например, один человек, ему очень нужны газеты, он не может жить без газет, а газеты он не получает. А другой плохо переносит громкую музыку. А его сажают в камеру, где постоянно долбит радио, там с улицы наносится звук. То есть мы видим, да, что администрация Владимирского Т-2, да, Владимирской тюрьмы, она прилагает максимальное ущелье для того, чтобы придумать для людей ограничения страдания, которые не только не предусмотрены законом, которые прямо запрещены уголовно-исполнительным кодексом. После перевода бывшего начальника Владимира Централа Климова ситуация в этом учреждении стала лучше или она наоборот ухудшилась? Не было, но по отзывам правозащитников и отзывам полномочного правом человека существенных положительных изменений не произошло. В последнее время что-то представителей СИН, мы не слышим их мнения ни по телевидению, ни в печатных изданиях. Мы видим, да, что пока идет адаптивный период, и понятно, что раньше это была одна команда, да, что человек, который что-то говорил, да, он транслировал мнение команды. Сейчас мы видим, что команда старая, руководитель новый. Как они смогут, скажем, взаимодействовать друг с другом, несложно сказать. Дай бог, чтобы у них все получилось, конечно, но, в другой стране, мы знаем, что настораживает, что Калашников имел место громким посадкам на левсиновских генералов. И причем, ладно бы это были такие ворюги-хапуги, где печати не ставить негде, а это были генералы, которых правозащитники характеризовали с достаточно положительной стороны. Вот тех-то, скажем, на кого смотрели, как на источник нарушения прав человека, их, к сожалению, Калашников не посадили. В конце того года сложилась очень интересная ситуация на выборах Московской ОНК. Есть информация о том, что вас не только попросили выйти из президиума, когда там были выборы, но и даже покинуть зал. Расскажите, как там все было? Нет, нет, меня не просили выйти из президиума, меня не просили покинуть зал. Ситуация была следующая. Значит, нет, просили покинуть зал, правильно. Просили покинуть? Да, меня попросила Ева Меркачева и другие старые члены ОНК, чтобы я стал вести заседание. И в это время господин Галочкин, бывший член общественной палаты и член ОНК, который прославился тем, что за три года полномочий посетил учреждение там четыре или пять раз, он стал хулиганки себя вести и стал пытаться сорвать заседание. Он перекрикивал всех, перебивал меня, людей оскорблял, то есть вел себя совершенно развязанно. Ну, знаете, вот так, если вы себе представляете, воровская сходка, вот есть сходка воров опытных, а есть молодые уркоганы, да, которые вот им уже 18 лет исполнилось, они себя вести еще не научились, вот такая вот сходка бандитская. Вот, наверное, просто Дмитрий Евгеньевич Галочкин почувствовал себя участником такой сходки, вспомнил молодость и вот прорвало, по-видимому. Я не могу иначе просто характеризовать его поведение, безобразное совершенно. И он, я сказал, что, товарищ, если вы не будете мне давать вести, я с президентом уйду. И я это адресовал тем членам ОНК, которые, ну, которых я считал, в интересах которых я действовал, да, которые считал своими сторонниками. Они тоже знали себя вести, тоже представляли. Когда я увидел, что ситуация совершенно неуправляемая, я не хотел нести ответственность за происходить, что я сказал, что все, товарищ, извините, вы, если не подчиняетесь слову ведущему, я ухожу. Я ушел. Это просто такая вот, в истории ОНК, это просто был такой вот пример того, как взрослые люди не должны себя вести. То есть, вот сколько будет жить Галочкина, ему должно быть стыдно за вот свое поведение в этот день. Ему нужно про эти вещи вспоминать и молить Бога, что тот простил ему это как грех. Но каких-то серьезных последствий это не привлекло. То, что произошло в том году и с СПЧ, многие называют, что это, разгром, а может быть, это перезагрузка. На ваш взгляд, что это? Это неудачная перезагрузка. Это, слава богу, не разгром, потому что мы видим, да, что с чего начал свое деятельность Фадеев, да, он начал ходить по тюрьмам. А кому он ходит по тюрьмам? Коммерсантам, чиновникам? Нет. Он ходит по тюрьмам к участникам московских протестов, да, то есть то, с чего, чем закончил Федотов, с этого начал Фадеев. То есть мы видим, да, что Фадеев, он, вот, Федотов хорошо сказал, что в школе правозащиты все мы ученики. Он, правда, говорил не про Россию, а про разные страны мира. Но, с моей точки зрения, Фадеев казался очень хорошим учеником в школе правозащиты. Он действительно пытается, вот, скажем так, заработать себе рейтинг в глазах правозащитников. Вот, и я надеюсь, что ему это удастся сделать. Вот, ну, в целом, конечно, что произошло? При Федотове была очень высокая динамика. Да, то есть Федотов не ушел в подставку в октябре, за эти прошедшие, там, четыре месяца уже почти, да, у нас наверняка было бы уже пару выездных заседаний, пару спецзаседаний, чего-то еще. Мы видим, что пока больших событий, кроме заседания президента, не произошло. 21 января у нас будет самое первое заседание Совета. То есть прошла, к сожалению, непродуманная перезагрузка. Снова же она не сыграла никакой, как мне кажется, фатальной роли. Но мы видим, что ушли очень многие талантливые, очень востребованные члены СПЧ. Но вы считаете, что это правильно, что они ушли? Это же действительно люди... Ушла одна. Остальных исключили. Нет, это неправильно. Я считаю, что в данной ситуации не было никаких оснований голосования ногами. С другой стороны, действительно, это было как громкости ясного неба. И не было никаких оснований. Ни правовых, ни нравственных, ни политических для Старки Михаила Становича Федотова. Я понимаю, Михаила Становича поставили во главе общественной палаты. Было понятно, да. А то куда-то... Он сегодня просто обыкновенный рядовой профессор в их школе экономики, там, завкафедрой. Ну, извините, если человек имеет потенциал, который может работать на страну, ну, мы же компьютером гвозди не забиваем, да. А здесь, получается, забиваем компьютером гвозди. Ну, у нас, к сожалению, мне кажется, с такими усилиями, с которыми идут посадки, скоро, наверное, несудимых людей очень мало. Если взять, то, наверное, каждая третья семья в нашей стране как-то пострадала от действий правоохранительных органов. Да, даже есть анекдот, да, 2030 год, встречаются двое, говорят, ты, говорит, сидел, не сидел. А почему бы не сидел? Ну, да, мы к этому приближаемся. Это очень опасно, понимаете, эти массовые посадки бизнесменов, губернаторов. Наверное, многие из них виноваты, мне сложно сказать. Хотя я очень часто сталкиваюсь, вот беру приговор, я его читаю от корки до корки, я говорю, слушайте, ну, а вы мне объясните, где тут состав преступления? Я вижу объект, вижу субъект, но где объективность, субъективность, где потерпевшие? Никто не пострадал, наоборот, человеку спасибо, надо сказать, что он так сделал, а не сажать, черт знает на сколько. Ну, другая совершенно, другая психология. То есть попытка решить политические, экономические и другие задачи через уголовные механизмы, они нерешаемы. А какие же все-таки, может быть, на ваш взгляд, нужны изменения в пенитенциарной системе? Может быть, стоит просто взять всех наших сотрудников, которые там работают, уволить и набрать новых? Ну, и такая опасная идея есть, конечно, да, то есть это еще одна иллюзия, да, что там работают одни злодеи, а хорошие люди, они вот туда, их туда не пускают. Это не так. Стэнфордский эксперимент показал, помню, Стэнфордский эксперимент, он показал, что обычный среднестатистический человек, в отличие от пенитенциарного сотрудника, иммунитета к насилию, иммунитета к самоправству, развязанности не имеет. Наоборот, как только эти хорошие люди с прекрасными глазами окажутся во главе пенитенциарных, работниками пенитенциарных учреждений, под влиянием той психологической нагрузки, что у них есть, они будут срываться в десятки раз чаще. В случае насилия, убийцы, самоубийцы возрастут в десятки, может, сотни раз. Поэтому это опаснейшая вещь. Как и любого специалиста, пенитенциарного сотрудника можно воспитать. Андрей Владимирович, а что вы думаете по поводу страхования заключенных? Ну, идея хорошая, понимаете, если страховой агент получит право попадать внутрь колонии, проводить проверку полноценно, это хорошо. Если страховщики будут действовать только через ОНК, и для них просто это будет способ зарабатывать деньги, да, просто как кометская деятельность, это плохо. То есть, фактически, что нужно для того, чтобы страховщики смогли заходить в колонии? То есть, надо УИК менять? УИК, закон о содержании под стражей, конечно. Надо указать, что может быть. Понимаете, так, в связи с тем, что там может возникнуть сразу 10 тысяч страховых компаний, да, надо, наверное, указать, что, возможно, есть страховые компании, которые получают такое право, они каким-то образом получают лицензию Минюста, или аккредитацию при Минюсте, да. Да, вот, это все сложно, потому что все заинтересована здесь структура. Вот, а наоборот, ну, здесь возникнет какой-то конфликт интересов. Минюст, наверное, я думаю, это было бы разумно. Ну, так все-таки страхование нужно, на ваш взгляд, заключенных? Я думаю, что, нет, ну, секундочку, но если, например, есть страхование дома, страхование от несчастного случая, страхование в автомобиле, то всюду, где есть источник повышенной опасности, всюду есть страхование. Но я думаю, что действительно человек, оказавшись в искусственно созданной среде, среди преступников, ну, допустим, у нас 30% людей живут в судебношедки. Представьте себе, я живу в обществе, где преступниками является там 1 или 2% населения, и вдруг меня помещают в некую закрытую среду, где преступниками являются 70% людей. Естественно, я оказываюсь в зоне риска, естественно, у меня повышаются различные риски, связанные с самыми разными аспектами моей жизни. Какие планы у вас и у комитета по развитию гражданского общества и работе в правозащите? Ну, планов очень много разных. У нас есть конференция, прошлого года она наметила определенные, скажем так, знаковые мероприятия, которые мы хотим проводить. Мы хотим делать упор на общественный мониторинг, потому что мы считаем, что 212 федеральный закон об основах общественного контроля используется, то есть на полпроцента используется, от того, что может быть уже хорошо, а я думаю, на полпроцента не используется. Мы хотим стать центром общественного мониторинга и проводить мониторинги различных сфер жизнений общества. Еще одно направление нашей деятельности, которой мы традиционно занимаемся, это оказание правовой помощи. Вот здесь мы сталкиваемся с тем, что когда идет стадия запроса, сбора документов, обращение в суд это одно, но когда допущена судебная ошибка, ее исправить практически невозможно. И вот эти новые суды общей юрисдикции, спрощная касация, она пока что не демонстрирует нам изменение ситуации. То есть здесь для того, чтобы работа, усилия правозащитников, в том числе у нас, стало эффективнее, должно быть право на исправление судебной ошибки. И мы думаем, что это право должно быть закреплено в статье 6 конвенции прав человека и должно входить в стандарт справедливого правосудия. Еще одно наше направление – это правовое просвещение. К сожалению, тоже мы здесь снизили, ну и во время отсутствия грантов, снизили свою активность. Мы хотели бы, конечно, эту работу продолжить. Еще одно наше направление, новое для нас, которое мы начали заниматься только с прошлого года и продолжаем заниматься – это помощь коренным и коренным младчистым народам. По моим циклами в Совете по президенту создана рабочая группа, вот мы хотим провести специальное создание Совета по президенту. Ну, так планов очень много, конечно, но они все связаны с тем, чтобы оптимально использовать те механизмы и ресурсы, которые есть. Просто мы видим, что и механизмы есть, и ресурсы, они, к сожалению, используют часто в холостой. Спасибо за интересную беседу, Андрей Владимирович. Желаю вам, чтобы планы комитета и ваши планы осуществились, и чтобы гонение на наших правозащитников больше не касалось вашей организации. Ну, желательно, чтобы вообще у меня было гонение на правозащитников. Если будут гонения, конечно, они будут нас касаться. Это неизбежно. Тут ничего не поделаешь. Да, здесь надо либо быть на периферии правозащитной деятельности и имитировать правозащитную деятельность, тогда можно, да, гонение избежать. Если реально занимаешься правозащитой и влияешь на какие-то процессы, да, и наступаешь кому-то там на больную мозоль, то, естественно, конечно, эти люди, они будут проявлять агрессию, они будут использовать государственные ресурсы, да, в том числе правоохранительные ресурсы, вопреки интересам государства, для того, чтобы расправляться с правозащитниками. Ну, будем надеяться, что удастся этот период пережить. Будем надеяться, что силовые структуры поймут, что правозащитники нам нужны и им, и людям, и обществу. Будем вместе создавать наше общество. Они это понимают, но, к сожалению, начинают понимать очень поздно, когда становятся клиентами правозащитных организаций. Вот тогда приходит понимание. Сколько раз, что за слова Андрея Владимировича, если бы я знал, что вы так работаете, я не стал бы там 10 лет назад то-то, то-то против вас делать. Но вот, дай бог, чтобы тоже их не сожалели. Первый завтрак с печеньками подошел к концу. Благодарим ресторан «Пиноккио» за вкусный чай и очень вкусные печеньки. С вами был Денис Солдатов. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»